Кто в доме? Хозяин! О произведении Берсерк я знаю уже давно, но посмотреть успел только этой зимой. Я не думал, что после просмотра Джоджо могу найти еще хоть что-то настолько же крутое. Я с головой укнулся в эту гнетущую, но в то же время в каком-то смысле ламповую атмосферу. Адаптацию 97-го года посмотрел целиком буквально за дня 2-3, настолько меня зацепило. А концовка оставила ощущения, похожие на те, которые я получил после прочтения Стил Балрана. Чего-то настолько добротного и сделанного с душой я не видел давно. Затем сразу же я принялся за просмотр трилогии полнометражек. Поначалу меня немного тянуло обливать от здешней рисовки. Я, так скажем, немного охуелся здешней озвучки Гриффита. Такого рожна ты меня не прибил, собирался же, чего передумал. Просто потому что решил, что хочу тебя, гац. С этого я неплохо угарнул. На самом деле всё не так плохо и где-то к середине фильма уже привыкаешь к такой рисовке. Но всё же я не понимаю нахера менять то, что и так идеально. Но всё не так плачевно. Смотреть можно. Морщащи сблёвывая, но можно. А вообще снято очень добротно. Режиссура на уровне. Графон тоже охуенен. Музыка тоже хороша. Но всё же адаптация 97-го года лучше. Значит, фильмы и аниме я посмотрел, и тут у меня осталось два пути. Идти читать мангу, или смотреть продолжение. Кстати, манга пиздец хороша. И вот на днях я всё же решил посмотреть новую адаптацию. Я, конечно, слышал, что она полное дерьмо, но чисто так для интереса я решил увидеть это своими глазами. Ну что? Давай! Пыналы! Всем привет, с вами Boy Next Door. И сегодня мы будем делать обзор на новый, сука, сериал по Берсерку, а именно на первый эпизод первого сезона. Для начала обсудим дизайн Гатса. Не дизайн, скорее, а модель персонажа Гатса. Ну, блядь, просто скажите мне, это что за хуйня? Не, ну серьёзно? Почему у него такое, блядь, вытянутое ебало? Почему он такой бледный? Вот это выглядит красиво, серьёзно. Вот этот кадр выглядит хорошо. Что тут произошло? Вот это уже выглядит как глупо. Я когда смотрю это, мне кажется, что я тупее. Сие знамения сошествия пятого ангела является. Это выглядит ещё приемлемо. Это окей. Вот это выглядит даже прям хорошо. По сравнению с тем, что будет дальше, это выглядит нормально. Опенинг звучит неплохо, сразу же. И выглядит неплохо. Что им мешало сделать? Всё, не мы в воде. Мы бы всё простили. Мы бы всё простили, вот если бы весь сериал выглядел вот так. Ну, в чём проблема? Явно не в бюджете, блядь. Вот эта тёлка вылет неплохо, только как её тащат, чтобы выебать. Тоже вылет нормально. Пак нарисован нормально. Нет, 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 нет! Эй! Чё тебе? А потом заставишь меня от трупов избавляться. И что? Озвучка пака просто отстойная. И озвучит какая-то тёлка из Хентая. Не собираюсь, я больше бежать на вас. Зачем делать перевёрнутый кадр? А это что? Слушай, ты мне мешаешь. Не отойдёшь? Ну, это звучит вообще так брутально, я, блядь. Если бы мне подошёл такой амбал с такой фразой, я бы обосрался от смеха. Что с режиссурой? Кто это режиссировал? Как будто какой-нибудь маленький мальчик зашёл в редактор поиграть. Кстати, в манге не было такого. Они взяли и решили очернить его в разгадце. Ладно, может я не дочитал просто до этого момента. Пак знакомится с ним только сейчас. Как я помню, в манге, блядь, был момент, сразу после этой сцены в баре, где не было этого рыжика. Там была целая огромная арка на несколько томов. Они издеваются, почему они её вырезали. Это охуительная арка. Отлично раскрывает гадца, в конце арки я, сука, плакал. Они взяли и просто вырезали эту ебаную арку. Охуительную арку, между прочим. Пак реально раздражает. В манге он воспринимался вполне нормально как персонаж. Ты ему даже переживал. А здесь просто хуйня полная. Я не знаю, но этими двумя словами, в принципе, можно описать и весь сериал. Идёт шестая минута этого говна. Я уже хочу выключить. Кстати, хотите покажу вам нормальное аниме по Берсерку? Вообще охуительное. Вот, вот, вот. Почему это смог сделать, по-моему, один человек? Ладно, может я пишу. Может несколько человек. Команда. Это просто фанатов. Вот, сделала вот это вот. А профессиональная студия сделала. Вот, сделала вот это вот, блядь. Общните мне, пожалуйста, какого хуя. I don't know what they say is, but... It's kind of hard. Как тебя звать? Guts. А меня Адольф. Адольф. Это разве не музыка из фостова третьего с последней миссии. Флэшбэки выглядят хоро... О, нихуя себе. Фу-ма. Лошади выглядят как в чёрном дворецком, да? Тоже хуёво. А знаете, что я попробую? Я, короче, сейчас сниму очки. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. И попробую смотреть вот так. Не, пацаны, всё равно мне хуёво. На самом деле, задумка неплохая сделать берсерка в 3D и... Экш с таким вот экшончиком. Но если бы была хорошая детализация и нормальная анимация, хотя бы на ебальниках. Знаете, я посмеялся, когда мне сказали, что меч Гатса звучит как кастрюля. Но серьёзно, если я сейчас закрою глаза и послушаю этот звук... Огромный, толстый, тяжёлый и слишком тух. Огромный, толстый, тяжёлый и слишком тух. Отлично. Давайте делать так, чтобы я ни хуя не понял, что происходит на экране. Отличная идея. У меня же сидят девочку, которая и так сдохла. Какая разница, блядь? Ты принадлежишь мне. Принадлежишь нам. Твои кровь, плоть и кости. Уши. Глаза. Сердце. Хочу его сердце. Пока на тебе метка. Да, пока на тебе метка. В чём прикол двигающейся камеры? Как один чувак с пиндосского канала уже говорил, если ты можешь двигаться, двигать камерой в 3D, это не значит, что ты должен, сука, каждый кадр её двигать. Заткнитесь, твой страх. Всё это принадлежит нам. Заткнитесь! Я представляю, как... как Пак на это всё реагирует. Ебать, какой он сладкий, 2D. В самом мире... Ясно, хуй, да. Наконец-то мы нашли тебя, чёрный мечник. Так, короче, всё. Отныне это моя новая вайфу. Ух ты, какая горячая штучка, а? Чтоб, когда я вернусь, вот это вот висело в моей комнате. Интересно, а Дакимакуры с ней есть? Если есть, то, надеюсь, она будет без сосков. Знаете, чтобы вы не говорили, но... Давайте признаемся, соски это полное уродство, блять. Вот эта вот студия правильно сделала, что соски не рисовала бабам. Почему Кентара Миура не рисует соски мужикам, но рисует бабам? Это что за сексизм? Мы живём в 2019 веке вообще-то. У нас вот как бы прогрессивные тенденции, все дела. У нас равные права должны быть, и соски у всех должны быть одинаковые. Так, он достаёт свою кастрюлю. Это опенинг. Опенинг мне нравится. Опенинг прям реально неплох. Я сравнивать с Телми Вай не буду, потому что Телми Вай это просто шедевр, блять. Бесспорно. Пять дрочи. Крэшбэк выполнен в 2D. Выглядит хорошо. Удивительно. Как же этот ше выглядит хуёво. Хуёво. Было прикольно. Но нет. Заместитель. Я Азат. Заместитель командующего рыцарей Святой Железной Цепи. Я Азат. А ты шустрый вошенник. Удар летнего ливня. Я не могу нормально воспринимать вот эту хуйню. Эй, ты живой? Ихтелька. Да, вроде того. Посмотрите, Рохан. Да уж, тебя убить непросто. Хотя знаете, Гриффит с голосом Рохана куда уместнее, чем Гриффит с голосом Киры. Но лично мой любимый Гриффит это Пикклс. Чёрный Мечник. Или лучше сказать Гац, да? О, да. Накажи его. Трахни его. Чего ты смеёшься, пёс? Я просто подумал, что мне чё... Не везёт. С Богом и всякими такими вещами. Покайся. Покайся вы грехи. Покайся вы грехи, ибо наказание уже близко. Раздвигай ноги, сука. Непобедимые элитные войска. Говорили их мурицы. Дэм, гэрл. Но они предали королевскую силу и превратились к глицов. Знаете, я всё это смотрю, и у меня один вопрос. Как попасть туда? Тебе бы только с членами играться, больше ничего не умеешь. Но ты у меня такого члена получишь, сука нах. Иди сюда. Все эти мужики. Члены у тебя во рту или в жопе. Проделки сатаны. Раздвигай ноги. Раздвигай ноги, сука. Просто иди уже и помоли за меня в каком-нибудь сраном храме, ладно? Сука нах. Ах ты мелкая сучка. Блядская сосалка. Сучка, ты сводишь меня с ума. Заткнись. Я накажу тебя. Все, кому нравятся члены пидорасы. Как по мне, ты такая же, как идол, которому поклоняешься. Пустая внутри. Сука нах. Получай, сука. Вот тебе за всё хорошее. Нравится, сука? Вот тебе наказание, господня. А да, вот бы она меня так отшлёпала. Госпожа Форнезе! Сука нах. Вот и пидорасы, блядь. Зашли в самый неподходящий момент. Я думал, сейчас секс. Вот и отлично. Если что, возьмем ее в заложники. Чего? О, мать. Блядь, снова за салфетками идти. Что происходит? Эй, that's pretty good. О, красава. Ты к этим бабам надуда. Симпатичная, правда? Да. Сжигать людей заживо могут не только священники, верно? Ну так что? Я поджарю ее задницу. Нет, нет, нет. Хорош брыкаться. Со связанными руками. Ты так грохнешься на... Мне так со мной поступать. Отпусти меня. Я лучше упаду и умру, чем стану тебя слушать. Нет! Слушай, это говно я больше не буду смотреть. Пизду. Похуй это, блядь. Я и так не терпелся. Пойду смотреть настоящие шедевры. Хочешь я в глаза? Взгляну в твои глаза. И слова припомню все и снова повторю. Кто тебе сказал? Ну кто тебе сказал? Кто придумал что-нибудь... Ой, вы еще тут? Ой, блядь. Что могу сказать? Не тратьте свое время на это говно, блядь. Лучше идите мангу почитать за серьезную. Или смотрите что-то куда более качественное. Разделанное с любовью и с душой. И всегда люби меня! Госпожа Форнезе, что все это значит? Сука нах!